шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе торы трума в переводе означает приношение пожертвования вклад или возношение этот раздел дорогие друзья начинает третью часть книги шмот и описывает строительство скини первого коллективного молитвенного дома в истории нашего народа как мы с вами уже говорили первая часть книги шмот это его первые четыре раздела это сам процесс исхода как части истории еврейского народа вторая же часть 5 6 раздел это завет с богом а раздел трума открывает третью часть книги шмот которая посвящена храму и пребыванию божественного присутствия в нашем народе сначала два раздела трума и тайцевые дорогие друзья описывают каким должен быть храм который всевышний показал машера бейну на горе синай дальше следует раздел китиса кризис и золотой телец а затем разделы вайкхель и пикудей они рассказывают о реализации строительства скини наша глава дорогие друзья начинается с того что всевышний повелевает машера бейну говорит с народом и сказать им возьмите мне труму возьмите мне пожертвовать что значит возьмите мне пожертвовать почему не сказано дайте мне пожертвовать и как человек должен понимать слово мне спросите вы меня давайте попробуем разобраться начнем с вами с того что материалы на постройку можно было собирать несколькими способами однако это заповедь подлежала добровольному использованию при других способах использовались иные методы к примеру отделение десятин и даров священникам является обязательным и фиксированным каждый должен отделить определенную долю урожая можно ввести и прогрессивный налог тот у кого есть определенная сумма денег платит пару процентов а тот например у кого денег больше скажем 5 процентов и так далее пожертвования дорогие друзья на вознесение скиний могли бы осуществляться одним из этих способов однако всевышний требует чтобы они не имели определенного и фиксированного размера каждый принесет столько сколько подскажет его сердце надо отметить что были и деньги которые все-таки взымались со всех в качестве обязательного фиксированного налога но они использовали строго определенным образом не для создания каких-либо ритуальных предметов а только для брусьев все предметы например используемые в служении были сделаны из меди или из золота из серебра которая взымалась со всех в установленном размере были изготовлены лишь крючки столбов и подножье брусьев отметим что нет никакой на самом деле принципиальная разница между серебром и другими материалами к примеру в храме этих отличий просто не существовал мишнаб сахим 55 подробно описывает осуществление пасхального жертвоприношения в храме и согласно этому там в равной мере использовалась и серебряные и золотые крапильницы таким образом дорогие друзья сосуды можно могли быть сделаны и и серебра следовательно перед нами принципиальное разграничение между даром даром приносимым человеком по зову сердца и фиксированным обязательным налогом видимо причина дорогие друзья состоит в том что принудительно взимаемые деньги не могут высоко подняться в мире святость закон был установлен не из-за того чтобы люди отказавшись платить и с них взимали это принудительно до чтобы взыскать например требуемые пол шекеля не надо было прибегать помощи стражи однако все-таки это серебро не могло быть взято для сосудов используемых в служении творцу помимо этого мы видим что использование пожертвовать пожертвование непроизвольно у каждого предмета было определенное место каждый из них отправлялся так сказать по определенному назначению после того как дары проверяли и сортировали принесенные человеком предметы распределялись в соответствии с тем для чего они подходят при этом возникала определенная общность между различными аксессуарами святилища и теми предметами из которых они были сделаны так примеру умывальник был сделан из женских зеркал и мудрец и говорят в бамид бар раба 914 что именно поэтому из него поили горькой водой жен которые подозревали в супружеской измене действительно связь здесь как вы видите очевидно умывальник был сделан из зеркал женщин вставших на путь святости поэтому именно он подходил для проверки женщин которые предположительно сошли с этого пути как мы видим дорогие друзья каждое пожертвование имеет особый характер и зависит от внутренней сути дающего это определяет это на что идут дары планах святилища все было четко расписано что идет на крышу а что находится снизу сбоку и так далее назначены раз назначение разных предметов связано с тем кто их дает что касается пожертвование на святилище ни у кого не просят больше того что он мог бы дать если кому-то сердце подсказала пожертвовать какую-нибудь доску значит он тот кто принесет эту доску это то что он состоянии дать и то что он достоин дать поэтому каждого спрашивает что он хочет дать в соответствии с его возможностями кто-то даст четыре медных гроша и станет тем кто даст эти четыре медных гроша другой принесет кожи или драгоценные камни дорогие друзья вы увидели что дарение в нашем случае равноценно получание у многих других народов жених и невеста обменивается кольцами при заключении брака у нашего народа принято что только мужчина вручает кольцо своей будущей жене если же только невеста делает подарок жениху их союз считается недействительным исключение конечно допускается лишь тех случаях когда жених это важная персона и обычно не принимает подношение или подарков если невеста дала ему кольцо их брак действительно потому что она получает удовольствие когда жених принимает ее подарок иначе говоря берет она а не он пусть возьмут для меня пожертвования или возношения главная идея недельной главы трумы то что тура часто уподобляет наши отношения со всевышним союзу жениха и невесты принимая от нас пожертвования всевышний доставляет нам радость ценность которой намного выше денежного эквивалента нашего подарка люди созданы по образу бога это значит что мы обладаем душой которая является частью божественной суть но человек дорогие друзья существует физической оболочке наделен ограниченными во времени и простанствами качества он может свободно выбирать между добром и злом взлетая к вершинам духа или падая в бездну животных страстей чтобы помочь людям в духовном совершенстве всевышний дал нам мешкан святилище модель святости куда устремлены наши сердца и наши мысли такова главная функция мешкана переносного храма построена во времена торы в синайской пустыне а сегодня такой храм воспроизводится дорогие друзья у нас в синагоге давайте же и мы исполним эту важную заповедь пусть возьмут для меня пожертвования или возношения и пусть и мы дорогие друзья всевышнего в наши сердца и повседневные дела браха вас лоха много сил будьте здоровы шаббат шалом ваш раввин каплан